Друзья, всем привет! Наконец-то тоже могу что-то интересное, возможно, сказать. Меня зовут Константин, я из компании DSR. Ну, понятно, много лет работаю в аутсорс. Специфика работы в аутсорс, любая аутсорс-компания, в том, что проектов у вас много, кодовых баз, с которыми вы успеваете поработать, наверное, тоже очень много. И самое приятное, что, ну, как бы, хорошая новость в этом в том, что у вас, как у программиста, быстро, достаточно быстро и легко появляется такая насмотренность своеобразная. То есть, ну, музыканту у вас должна наслушанность, чтобы писать хорошую музыку литератору, очевидно, начитанность. Ну, и для программиста насмотренность – это тоже такая вещь, которая, ну, немаловажна. И сегодня мы поговорим на тему такую достаточно несложную, но смысл в том, что я просто попытаюсь компилировать часть того, что я успел за вот эти чуть больше 10 лет насмотреть. Вот. Итак, ООП. Сразу такой бонус-совет. Если вы вдруг по какой-то причине решите включать слово ООП, вот эти три буквы, в свое резюме, то, пожалуйста, не берите их в кавычки, потому что с точки зрения просмотра резюме это всегда выглядит как-то подозрительно. То есть создается ощущение, что для вас это что-то совершенно новое, неожиданное. Это вот как вот в законопроектах сеть интернет ставят в кавычки, то вы ставите ООП. ООП сам по себе – это инструмент. Следовательно, у него есть свои границы применимости, есть какие-то так называемые best practices, то есть какие-то хорошие варианты использования, когда этот инструмент звучит наиболее хорошо. И сегодня мы об этом поговорим. То есть основная проблема программиста в том, что в принципе жизнь – сложная штука. Работа программиста, она всегда завязана на борьбу со сложностью. Сложности бывают разные. То есть мы сталкиваемся как разработчики со сложностью постоянно. Сложность бывает там, она подстерегает нас с разных углов, в разных аспектах и так далее. Какие бывают сложности? Сложность, например, в предметной области. Суть в том, что вы пишете программы, вы создаете средствами IT решения для областей, в общем, для областей человеческой деятельности, которая не связана с IT, скорее всего. То есть большинство программистов не пишут средства для программистов. Мы пишем средства для, ну не знаю, там, для инженеров-авионики. Мы пишем средства там для, не знаю, там, медиков и так далее, и так далее. И, соответственно, вы, у вас предметная область не ваша. Заказчик с вами разговаривает, разумеется, на языке своей области, а не вашей. Сложно. Код. Код вообще штука неприятная и противная. То есть писать его всегда легче, чем читать. И считается, что именно в этом причина ярого желания любого программиста переписать все нафиг, потому что написана какая-то фигня, и я напишу точно хорошо. Это у того же Джоэля Спольски, это называется, как это, основная ошибка программиста. Окружение, инфраструктура. Ну, мы понимаем, что программа наша крутится не в вакууме. Мы пишем для определенной аппаратуры, мы пишем под определенную среду, под операционную систему, мы используем фреймворки, библиотеки и так далее. И это все добавляет сложности, потому что всегда есть тонкости, всегда есть нюансы, всегда есть какие-то странные сайд-эффекты, шероховатости на разных уровнях. Неприятно. Неполнота требований, особенности, там, общения с заказчиком, коммуникация внутри команды, то есть какие-то вот эти межчеловеческие вещи. Это все сложности. Часть сложности мы можем обойти, часть не можем, но, как я люблю повторять своим студентам, в принципе, не будет большой ошибки, если вы скажете, что основной лейтмотив программиста, лейтмотив разработки – это изоляция сложности. Ну и если говорить об изоляции, в общем-то, зачем изолировать? Первый вопрос. Насколько я знаю, в середине 20-го года, кажется, в 1956 году, были исследования, то есть психологами было обнаружено, интересно, такая закономерность, что человеческий мозг имеет ограничения. Мы эффективно работаем, когда у нас в мозгу есть не более чем 7, ну, плюс-минус 2 объекта. Когда для того, чтобы просто построить свой мыслительный процесс, нужно впихнуть в себя, держать в контексте больше этих объектов, то наш контекст мыслительный, наш фокус, он все время размывается, мы все время куда-то переключаемся. И вот именно с особенностью вот этого человеческого мышления связаны, например, вот такие вещи, что там рекомендации по стилю кодирования, когда у вас, то есть пишите функции не больше, чем там на экран, ну, максимум 2 экрана. Не используйте более чем там, я не помню, там 2 или 3 аргумента функции. Если функция принимает 10 аргументов, то ошибиться, понятно, очень легко. И такого рода, то есть как мы можем уменьшить количество объектов, которые нужно держать все время в своей голове. Ну, чисто математическое средство – абстрагирование. Абстракции сами в себе хороши тем, что мы можем как будто бы сделать шаг назад и посмотреть на всю картину в целом, возможно, в меньших деталях, в более крупных мазках, более крупными мазками, но при этом понимать общую суть и как-то мочь, уметь двигаться дальше. Чаще всего именно это нужно. То есть хорошо, когда у нас абстракции, они представляют у себя своеобразную такую, ну, не знаю, матрешку, что можно смотреть на картину целиком, ну, понимать какую-то общую, иметь какую-то концептуальную целостность у себя в голове. То есть что в целом это такое, вот, если не вдаваться деталям. Если мне захотелось разобраться в какой-то конкретной детали, я могу копнуть глубже, оказаться в следующей матрешке и так далее, и так далее, и так далее. Но я всегда могу остановиться, мне совершенно не нужно копать всегда до самой глубины, по крайней мере, для того, чтобы понять, как это работает. И, ну, в общем, оба о том, как нам здесь помогает объектно-ориентированная программирование, мы с вами сейчас и посмотрим. Да, вот эта картинка мне очень нравится. И я, в общем-то, понимаю, что мультитологи немецкие, которые рисовали вот эти вот картинки, они по интернету много и давно ходили, и, наверное, здесь мысль-то была в том, что и как человек я должен, наверное, посочувствовать вот этой женщине, которая занимается, наверное, какой-то работой в очень некомфортном месте, достаточно тяжелый труд, причем этот труд явно не будет хорошо оценен. Это, конечно, все понятно, но мне оно понравилось по другой причине. С точки зрения архитектуры, с точки зрения построения архитектуры, это, к примеру, как ни странно, хорошая архитектура. Дело в том, что, смотрите, с точки зрения конечного пользователя все выглядит достаточно просто. Есть простый ящик, есть минимальное количество, очевидно, рычажков, и этими рычажками достаточно сложно воспользоваться неправильно. То есть если мы знаем, с какой целью мы сюда пришли, что мы хотим получить, плюс-минус мы все равно дернем за правильный рычаг все, что надо сделать. При этом для того, чтобы получить конечный результат, мне как пользователю не нужно знать детали реализации. То, как работает вот этот вот автомат по выдаче мороженого. То есть там, конечно, могут работать какие-то волшебные гномики, там целая фабрика, там от Санта-Клауса остались. Там может работать вот эта бедная несчастная женщина. Там может быть что-то более технологичное. И самое прикольное, что если вдруг внутри вот этого компонента, который мы здесь видим, вот этот ящик, там захотят что-то отрефакторить, перейти на новую версию, там, не знаю, посадить друг туда другого человека, там, или что-то еще, весь остальной мир об этом, в общем-то, не обязан знать. То есть если мы захотим оптимизировать вот этот кусочек системы, рефакторить всю остальную систему не придется. И это, на самом деле, очень хороший плюс. То есть до тех пор, пока есть вот этот вот, ну, не знаю, как хотите это назвать, фасад, интерфейс внешний, пока сохранены вот эти все контракты, это внешние интерфейсы, а всем остальным, в общем-то, глубоко фиолетово детали реализации. Да, там может быть очень плохой код, который прям пахнет. Там может быть что-то неоптимальное, неэффективное. Но надо понимать, что с точки зрения, во-первых, архитектуры в целом, всей системы в целом, с точки зрения, ну, исторического развития нашего продукта, всегда будут вещи, которые не совсем оптимальны. Но вот эта неоптимальность, вот эта сложность внутреннего устройства, его необязательно и совершенно не нужно этой информацией грузить всех остальных. Это такой основной момент вот с точки зрения подхода к разработке. Почему, в общем-то, люди стараются придумать средства упрощения, средства абстрагирования и так далее. По поводу простоты. Ну, мы вот только что говорили про простоту, про фасады. Понятно, что когда мы пытаемся абстрагироваться, когда у нас есть большая система, мы ее проектируем или мы ее поддерживаем, всегда есть желание навести порядок. То есть в программе, которая маленькая, на 10 строчек, там может твориться полнейший хаос. Если в программе 10 миллионов строк, то здесь уже должна быть какая-то все-таки структура. То есть всегда хочется навести какую-то, ну, скажем так, регуляризацию. То есть я хочу уметь рассуждать о частях системы не с точки зрения каждого битика, каждого байта, как он устроен, а с точки зрения каких-то более крупных описаний. То есть у нас есть внешние контракты, у нас есть, я не знаю, роли каких-то компонентов системы и примерное представление о том, как этот компонент обещает себя вести. То есть является ли там тот или иной вызов блокирующим, может ли он бросить exception или не может, как вот на слайде показан пример, что может ли вернуться null, например, как результат этой функции или не может. И тут еще немаловажно понимать, что такие вещи, как там концепция типа данных, как то, ну, когда о свойствах той или иной функции мы можем рассуждать просто с точки зрения теории типов. То есть это вещь, которая есть в функциональном программировании, она, в общем, все FP на нем построено. Это вещь, которая частично так или иначе есть в императивных языках, но это вещь, которая упрощает жизнь нам с вами. Компьютеру бездумной машины, в общем-то, по барабану, в конечном итоге у него есть безтиповый ассемблер, но этот ассемблер просто исполнил. Такая вещь, как вот концепция типа данных, контракты в коде, там, наименование и т.д. и т.п. она нужна, ну, это все нужно нам с вами. Причем нужно не потому, что код нам нужен красивый, за красивый код никто зарплату не заплатит. Нам нужен код, который легко поддерживать. И вот с этой точки начинается уже понимание, что такое, в общем-то, в каком смысле мы понимаем прагматичное программирование. Ну, все умное, в общем-то, на сегодня закончилось, появился Гомер Симпсон, и давайте рассмотрим вот этот пример. Не буду кривить душой, это строчка из реального проекта. Не буду рассказывать, почему, но там jQuery, это веб-страничка, и требование было там, как вот там здесь указано, нам нужен некий балун с нитификацией. Возможно, там по какой-то причине, какая-то причина была у программиста, внешней зависимости потягивать не стал, все просто, одна строчка. Ну, давайте попробуем сначала, наверное, похвалить. Что здесь хорошего? Мы только что говорили про простоту. Одна строчка, ну, выглядит несложно. Более того, мы видим, что вот даже тут как бы самой верстки нет, слава богу. У нас есть просто вот вызов этой функции getAlert, HTML. Вроде бы нормально. Но как у программиста, у меня тут сразу возникнет несколько вопросов. Во-первых, является ли вот этот вот указанный тег body единственным элементом, куда можно добавлять вот эту нитификацию? То есть идея-то в том, что всякий раз в программе, где мне нужна будет нитификация, видимо, я должен скопипастить вот эту строчку. А что будет, если я, например, ошибусь и напишу тег другой? Или более страшные вещи. Я же, получается, вижу внутренние детали реализации. Значит, возможно, ожидается, что я настолько умен как программист, что я еще догадаюсь, что, скажем, нельзя допустить, чтобы два раза сделался вот этот аппенд. Вдруг там что-нибудь в верстке поломается. Тем более, что вдруг там какой-нибудь используется жестко зашитый ID. Непонятно, как это расширять, потому что для меня совершенно нормальная ситуация, когда я, например, захочу добавить разные severity вот этим сообщением, чтобы, например, у меня есть сообщение об удаче, и надо его показывать как-то по одному. Сообщение о неудаче, там, о падении, сообщение о ворнинге и так далее. И вот как используют этот API, взяв этот API, как его расширить, чтобы добавить, нарастить эту функциональность, ну, совершенно непонятно. Правда жизни в том, что пользовательским интерфейсом UI, пользовательским, ну, конечными потребителями UI являются обычные пользователи, а вот потребителями API являются программисты. Но подход и у тех, и у других один и тот же. То есть по большому счету любому пользователю нужна большая красная кнопка, на которой написано «сделай мне хорошо». Программисты точно так же относятся к API. И проблема тут в том, что, с одной стороны, нужна очень простая вот эта штука, как кнопка, с другой стороны, кому-то, возможно, эта кнопка может понадобиться не круглой, а квадратной формы, и цвет там чуть-чуть другой. И когда вы проектируете API, важно как-то подгадать, угадать вот этот баланс. Где баланс между переусложненностью, когда вы даете тысячу ручек, вот, пожалуйста, у тебя есть тысяча ручек, чтобы это все настроить. У тебя есть, не знаю, модель с 25 параметрами, которые ты можешь задать, и вот у тебя от, я не знаю, гироскутера до летательного аппарата можешь получить на выходе. То есть вы можете сделать что-то суперпереусложненное, которым невозможно пользоваться. Или вы можете сделать что-то суперпростое, которым большинство людей просто будет пользоваться тоже неудобно. И хороший программист, вернее, как опытный программист, он просто будет уже исходить из какого-то своего чувствования, как может меняться требование к проекту, к продукту. И в тех местах, где, возможно, что-то поменяется, где-то может добавиться новые требования, просто подстелить себе соломки, добавить некой такой гибкости. Где-то зашить не очень жестко, а поставить такой шарнир или место для шарнира, чтобы впоследствии можно было прийти, и не переписывая всю систему, как-то все-таки относительно быстро довести до ума. В университетах ОУП я, как правило, начинаю преподавать с точки зрения моделирования объектов реального мира. То есть вот у нас есть, я не знаю, объект типа животное, мы используем наследование, чтобы сделать разных животных, а при этом у нас есть один и тот же метод, например, нарисуем это животное. Но по большому счету этот подход не совсем верен, потому что в большинстве случаев невозможно однозначно сказать, как правильно смоделировать те или иные объекты. Вот пример, который на слайде показан. Это вот представьте, что у вас есть жизненная ситуация, которую вы запрограммировать хотите. Есть человек, есть собачка, собачка хочет сходить на улицу, ее надо выгулить. Так вот, какие у нас объекты, какие у них будут методы? То есть можно придумать один API, когда мы берем собачку, дергаем у нее метод, например, гулять с человеком. Можно подойти с другой точки зрения, что я беру человека и даю ему собаку на выгулить. Это вот второй метод. Третий метод – это когда мы добавляем какую-то дополнительную сущность, ну, потому что мы не придумали, как правильно. Наверное, просто должна быть третья сущность, которая распределяет, кто с кем ходит, чтобы там все физиологические нужды оказались исполнены. И правильного ответа здесь нет. То есть сам по себе ООП, не надо к нему относиться как к просто тупому средству моделирования. Вы, скорее всего, реально проблем вы этим не решите. И использовать его, пожалуй, стоит для добавления абстракций, для изоляции какой-то сложности, чтобы, знаете, у вас сложность, там, я не знаю, особенности там, там хитрый какой-то там код, который на самом деле должен выполняться там в многопоточном режиме. Ну, делайте это так, чтобы оба этой многопоточности не нужно было помнить в каждом конкретном уголке приложения. Локализуйте это, изолируйте, чтобы можно было это при желании достаточно безопасно там модифицировать и улучшать. Добавляется структура. И про структуру мы поговорим сейчас чуть позже. Вот пример из, как бы, тоже пример из жизни. Представьте себе ситуацию, что... Ну, здесь приложение, которое генерирует JSON-объекты. И мне может понадобиться эти JSON-ы просто писать в консоль, мне может понадобиться эти JSON-ы там посылать в MessageQ, например, в CRMQ или в Kafka, может, еще куда. При этом, поскольку само приложение, ну, сами требования к нему были такие, что это средства для наших тестировщиков, чтобы протестировать еще более там крупную, мощную систему. То есть это средства для такой условной автоматизации теста. У нас была удобная читаемость, и, соответственно, JSON-ы нужно уметь иногда, например, писать их в таком компактном варианте, когда они читаемыми, ну, не обязаны быть, и в таком проекте варианте, когда, то есть в консоли желательно все-таки иметь там информативную, со всеми оттенками, там, пробельщиками отбить и так далее. Вот пример не единственный, но, в принципе, нормальный, как это можно было сделать. То есть в чем тут суть, что когда приложение, ну, в том случае, про который я говорю, это было консольное приложение, мы могли просто ключиками, там, командной строки задать поведение, что я хочу писать вот сюда, в CRMQ, и вот, кстати, там, креденшевый доступ к этой очереди. Писать надо вот так вот там в прейте формате, например. То есть я задаю это ключиками. На этапе, однажды, на этапе разбора вот этих параметров, командной строки, я инстансирую правильные просто классы. То есть вместо в качестве райтера я использую CRMQ-райтер, в качестве рендерера я использую прейти-рендер. Вот в одном месте я принял это решение, я инстансировал эти объекты, там, соединил их как надо, и дальше вся остальная программа, да, уже не задумывается, ей не надо вспоминать, какие вообще могли быть варианты, какой, не надо анализировать каждый раз, какое было принято решение, не надо сильно много думать, я просто должен вызвать метод write у райтера, а тот под капотом сделает все, что необходимо. Сам райтер уже дернет вот этот рендерер, а рендерер, в свою очередь, там, в зависимости от того, какой аспект полимошного метода был задан, нужно ли в компактном или в прейти-варианте, все это дело напечатает. Сам себе вот этот пример, это частично такая демонстрация, во-первых, это single responsibility, потому что, ну, мы явно разделили ответственность, пишем за то, как, вернее, куда писать отвечает один класс, вот этот abstract JSON-райтер, за то, в каком варианте он отрисовывается, отвечает другая сущность. И вообще говоря, за счет такого разделения можно вот их так хитро варьировать и в будущем, например, добавлять другие варианты, ну, другие цели, куда можно слать эти JSON-ы и, возможно, какие-то детали, как эти JSON-ы инкодировать. Пример вот этой функции render, это его, в принципе, еще можно... По сути, это пример шаблона, который называется шаблонный метод. Все вот эти термины вы, наверное, знаете, но на всякий случай скажу. Есть такая книжка каноническая, называется книга «Банда четырех», паттерна «Банда четырех», Генгофор или сокращенно ГОФ, ГОФ-паттерн. Сами себе эти паттерны – это как раз, ну, набор таких рецептов жизненных, можно сказать, как можно использовать какие-то, в общем, шаблоны, как можно организовывать взаимодействие классов между собой, чтобы получить какое-то интересное и при этом расширяемое решение. По большому счету выучивать эти паттерны необязательно, если вы будете много с этим работать. Скорее всего, сами же их и придумайте, но быть знакомым стоит. Проблема с паттернами в другом, что неопытный программист, когда их начинает изучать, возникает желание засунуть максимум паттернов, использовать их максимально много на минимальном пространстве. Но об этом, в общем-то, мы сегодня весь день говорим. Да, по поводу вот этой функции рендер, почему я на нее обратил внимание. Дело в том, что если бы это был, в данном случае это был Python, если бы это был не Python, а язык, например, Java или JVM-based, то для такой функции, для такого метода было бы логичнее здесь запретить наследование. Дело в том, что вот этот метод, это, по сути, он является внутренним хребтом функциональности. То есть в чем суть? У вас есть класс, в данном случае рендеров. Вы точно, как программист, знаете, что в разных наследниках может слегка варьироваться поведение, но есть какая-то ключевая функциональность или ключевые требования, например, требования к последовательности вызовов, которые, в общем, есть какой-то инвариант, который вы бы не хотели, чтобы был бы нарушен. В этом случае этот хребет помещается вот в такой абстрактный метод, и другим программистам явно запрещается менять его поведение. То есть функцию рендера, вернее, функцию рендера переопределять, ну, по смыслу, нельзя, не стоит. Если ее переопределить, можно там поломать поведение предков, например, что, в общем-то, является таким большим кармическим грехом для программиста. Такие, вот такого рода функции, их, как правило, пишут максимально общо, то есть в чем суть, что мы в этом методе дергаем другие методы, и вот те другие методы уже, например, можно разрешать переопределять. Например, если есть какой-то там if с условием, то имеет смысл это условие под if засунуть в protected method, предикат, и позволить наследникам этот предикат слегка менять, например. Я отнаследовался, переопределил вот этот предикат, и у меня там принятие решения в этом базовом методе слегка изменилось. Но основные посылы, основные вот эти, то есть хребет функциональности все равно не сломан. Вот. По большому счету это и есть основное отличие, в чем отличие между интерфейсами и абстрактными классами. Интерфейс по смыслу это только требование того, как этот класс, как этот объект выглядит снаружи, то есть просто его публичный API. А когда мы говорим про абстрактный класс, здесь могут быть уже зашиты и внутренние детали поведения, то есть какие-то внутренние ограничения, которые, ну, они явно определены вот так изнутри через вот такие вот методы. Другой довольно забавный паттерн, он в книжке «Банды четырех» не участвует – null object. Суть в чем? Null pointer exception или разумнование нулевого указателя – это, в общем-то, такая достаточно серьезная неприятная ошибка, с которой, в общем-то, лучше не сталкиваться. То есть если вы видите Null pointer exception, это значит, что программист не подумал в этом месте вообще. То есть была какая-то проблема, она не была обработана вообще, не была даже, они не подумали. Каждый раз проверять null, не null, нам вернулся null, не null, null, не null, вот эти парамедальные проверки добавлять в код тоже не хочется. И вот этот paternal object – это способ избавиться от как раз таких постоянных проверок на null. Вот в примере, как здесь на диаграмме показано, у нас мысленный пример. У нас есть приложение, которое работает с принтером. Ну, приложение не печатать. Например, мы текстовый редактор делаем. В зависимости от тех настроек, которые есть у пользователя, мы печатать можем, например, на физический принтер, на аппарат, можем печатать в PDF-файл. А еще пользователь мог просто не настроить ничего. И в зависимости от настроек будет создан либо там вариант PDF-принтер, либо объект типа Device-принтер, либо null-принтер. Но null-принтер снаружи, он все равно, он как бы, весь его API, он соответствует все тому же интерфейсу принтера. То есть всей остальной системе, всей остальной программе не нужно каждый раз анализировать, а был ли или не был настроен принтер, а могу ли я с ним работать или не могу. Просто в случае, если принтер не был настроен, то метод print не сделает ничего. Это так называемая вот эта no-op реализация. Но остальное, как бы, код все равно не сломается. Мы, получается, вот эту сложность, вот этот нюанс, возможно, там, конфигурирование принтера, мы его изолировали где-то в одном месте, но не стали нагружать вот этими деталями всю остальную систему. Тоже, в общем-то, вполне разумно. Так, я не помню, зачем я сюда добавил этот слайд. Ну, есть вот эта магическая аббревиатура Solid. Это часть тех аббревиатур, которые любят спрашивать на собеседованиях, не знаю, зачем. Но идея, там, как раз буква КО означает вот этот вот open-close принцип. То есть то, что вы написали, оно по-хорошему при правильном подходе к проектированию. Оно должно быть открыто к дополнению, к расширению, но закрыто для изменений. И глубинный смысл здесь, пожалуй, в том, что то, что вы сами как программист написали, не должно быть сломано в наследниках. То есть если вы что-то написали так, что через наследник это можно сломать, то вообще говоря, вы написали ерунду. Так писать нехорошо. Нехорошо, потому что система тогда в целом становится достаточно хрупкой. Ее просто будет тяжело поддерживать, потому что будет не совсем понятно, в чем реально была проблема. Ну вот, например, тоже, да, как это, случай в жизни. У нас в конторе используется для внутренних там корпоративных там нужд такая штука Sylocis. Ей сейчас владеет компания Atlassian, но суть в другом. Это Project Management Tool, и мы там ведем проект, и она достаточно мощная в плане функционала, там и оценки, и проекты, и часы мы туда лагируем. Все, конечно, прекрасно, но поскольку это система для интерпрайса, а юзер-экспириенс, то есть с точки зрения как бы пользовательского интерфейса, там, конечно, иногда просто небележачего. И хоть какие-то, то есть простейшие элементы там улучшения, мне настолько сильно хотелось их добавить, что я воспользовался такой штукой, как юзер-скрипты. Мне повезло, что сам себе GUI в этом самом Sylocis написан на XJS, а так уж получилось, что я довольно-недавно его очень хорошо знал, и я достаточно много на нем писал, году так, по 11-12. Суть юзер-скриптов, если вы не знаете, в том, что вы в свой браузер можете там через плагинчик встраивать часть JavaScript, который будет выполняться поверх уже того, что есть на сайте. То есть вам вот страничка адресовалась, там выполнится какой-то JavaScript, а потом плагин в браузере делает еще сторонний JavaScript, который в доме тоже может что-то поделать. И так можно там немножко улучшать поведение, менять там местами какие-то элементы управления на сайте, но не суть важна. Просто я хочу обратить внимание, что вот здесь получилось. То есть, насколько я помню, конкретно вот этот скрипт, мне что хотелось сделать, чтобы можно было сделать вот эти окошечки диалоговые, делать их resizable, ну, потому что там размеры какие-то иногда совсем были смешнее. И средствами XJS это делается достаточно легко, но исходника-то у меня нет. Пришлось воспользоваться такими забавными хаками из JavaScript. То есть основной момент, что, ну, там понятно, поскольку это JavaScript, в JavaScript сейчас, по-моему, классы уже завезли, Румянике их, наверное, точно знает. Тогда этих классов не было, в библиотеке XJS классы были реализованы тоже там рукопашную, есть своя система вот этих классов, наследование, т.д. и т.п. И что я здесь делал? Я сделал, фактически, я грязными руками влез в их систему типов, отнаследовался от тех классов окошек, которые меня интересовали, гвоздями прибил немножко другие значения констант, а потом перетер, взял подмену классов в пространстве имен. Суть не в том, что это выглядит прикольно. Суть в том, что если вы написали приложение, с которым можно творить вот похожие вещи, то вы написали плохой приложение. Это пример того, как система себя по-хорошему вести не должна. То есть вашу систему вы не должны позволять теоретически так вести себя со своим кодом. Возможно, конечно, там любители Python или Ruby мне сейчас скажут, что вот как бы там миксыны и вот эти все monkey patching – это наше все, но, вообще говоря, с точки зрения ООП, это не совсем правильно. То есть стабильность достигается тогда, когда есть варианты, вернее, как есть инварианты, которые вы можете защищать. Пока инварианты целы, не нужно знать детали ваших реализаций. В этом, в общем-то, суть. И на этом, наверное, у меня все. Давайте я поотвечаю немножко на ваши вопросы. Так, некто Андрей Козлов задает вопрос под конец лекции. Предшествующий докладчик говорил о ДДД, Domain Driven Design, как он связан с ООП. Честно, не знаю. Наверное, пусть уважаемый Денис Томилин бы и сам бы ответил на него. Domain Driven Design, у меня только поверхностное представление, что это такое, потому что... Нет, сходу я не вспомню, на самом деле. То есть суть не в том, что как он там или не как связан. Легкий ответ, дешевый, будет, что я могу взять средства, реализовать средствами ООП приложение в стиле ДДД. То есть я могу работать с данными, вот, используя вот там вот эти хитрые критерии, которые тоже являются объектами, классами. И, ну, например, если вспомнить какой-нибудь хиберней, я могу уже запросы писать не обязательно строчкой, я могу запросы описывать, ну, как будто бы вызовами методов, передавая какие-то типы, используя классы. И если у меня... То есть я могу перенести вопрос о том, корректен или некорректен мой запрос к базе, я его могу перевести в плоскость системы типов моего языка. Ну, вот, не знаю, как это, в общем-то, сказать, это связано с ООП. Можно реализовать? Я думаю, что тот же самый Domain Driven Design можно реализовать и средствами чисто функциональных языков программирования. Я вот не верю, что в каком-нибудь моем любимом Хаскеле такой вещи нет. Ну, ради бога. МВС так МВС. Константин, спасибо за доклад. Какой ваш любимый паттерн проектирования и как вы относитесь к множественным наследованиям? Какой мой любимый паттерн проектирования? Любимого прям, наверное, нет. На собеседованиях я люблю спрашивать про паттерн, который называется Single Tone. Ну, не в смысле, что я его люблю, а в смысле я обычно прошу объяснить, почему это антипаттерн, почему им пользоваться не надо. С точки зрения все той же вот заумной теоретической базы. Как вы относитесь к множественным наследованиям? Я его не очень понимаю, наверное. То есть если брать множественное наследование, как это было в Плюсах, то, на мой взгляд, эта штука достаточно переусложненная. То есть я даже не помню сходу, это были далекие универские времена, я даже сходу не вспомню, как правильно делать множественное наследование. Дело в том, что там возникнут вопросы, а что делать, если я наследуюсь от двух классов, а так получилось, что у них есть одноименные, например, методы. Вот, какой, то есть будет ли происходить, то есть что делать при конфликте вот этих имен и что делать при конфликте структур данных внутри. Вот, в результате там же есть еще и есть какое-то виртуальное наследование, невиртуальное наследование. Поскольку этим не совсем понятно, как пользоваться и легко выстрелить себе в ногу, я думаю, что это не самая хорошая штука. Альтернатива множественному наследованию, наверное, есть штука, которая называется трейд или миксы, то есть примесь. Пользоваться тоже нужно с осторожностью, но в современных языках эта осторожность уже внесена. То есть, насколько я помню, миксыны в том же расте, они, по-моему, не позволяют обращаться к другим методам. То есть, если я делаю миксын, то я могу работать только с тем, что я описал непосредственно в этом миксыне. То есть я не могу делать никаких предположений о том, какие там еще есть эти методы, помимо моего миксына. В том же Python, там миксыны используются и в хвост, и в гриллу, насколько я помню, то есть в том же Django. Черт ногу сломит. И очень легко допустить ошибку, которую тяжело будет отложить. Поэтому хорошо. Это, конечно, инструмент мощный, но надо выбирать себе по руке. Я бы 10 раз подумал, прежде чем этим пользоваться. И аналоги паттерно-проектирования в функциональном программировании. Не знаю. На самом деле функциональщине я не настолько прошарен. Я точно знаю, что с точки зрения подхода к структурам данных, там все довольно хитро. То есть структуры данных, там они очень неожиданные, очень странные. Тоже там завязаны на ленивость вычислений, на рекурсию бесконечную и так далее. А именно паттернов, там есть, если говорить про форски, там есть такая штука, как монады. И на самом деле я делал отдельный доклад, долгий, мозгодробительный, что же такое на самом деле монада, и по-моему не объяснял. Но фишка в том, что практически любую проблему можно решить в терминах очень функционального, не выходя за рамки функциональной программирования, в функциональном стиле. Это используется функтор или аппликативный функтор. Но можете описать эту проблему в монадах. И код становится очень похож на императивный стиль. То есть я думаю, что в качестве паттернов, в функциональном программировании служат как раз вот эти вот математические инструменты. То есть такие абстракции вы используете для того, чтобы описать проблему. А я там использую там монадный трансформер. На базе монады стейт, и на базе вот другой монады. И в сумме у меня получилось там что-то, что еще и распараллеливается, выполняется на разных нодах. Но это тоже там отдельная магия. Так, насколько я понимаю, солид там достигается протокомпозиция функции. Ну, все функциональное программирование, оно про композицию. Поэтому, да. Так. Как Java программировать, что может сказать про Kotlin? Стоит ли обращать на него внимание? Да, стоит, потому что, ну, мое скромное мнение, Java очень сильно перегружена, переус... Ну, действительно, слишком велик груз обратной совместимости. То есть, как мне кажется, действительно, каких-то революционных изменений в языке мы там ожидать не можем. Просто потому, что создатели языка не будут ломать обратную совместимость. Но, если говорить про другие JVM-бэйс-ки языки, там еще эта свобода есть. И поскольку Kotlin, он создавался, ну, много позже, чем сама Java, он достаточно свежий, молоденький. Там, в отличие от Java, уже очень хороший вывод типов сделан. Я думаю, что Kotlin сам по себе, он хорош, и, наверное, надо его изучать. Другое дело, что я Kotlin не очень хорошо знаю. Вот. Но на вашем, как бы, будь я на вашем месте, я бы с него бы, наверное, иначе. Ты приветствуешь на зрение. Еще вопросы к тебе. Есть. Еще вот прислали. Угу. Так. Приветствую, что ты внедрение функциональных подходов в OOP, языки, иммунтабельность, избавление от состояния чистой функции. В общем случае, не могу сказать, что прям тут однозначного ответа нет. В ряде случаев это может помочь. То есть, мне рассказывали, что для построения именно пользовательских интерфейсов функциональный подход иногда выигрывает. то есть всякая вот эта реактивность, неизменность состояния, она делает немножко понятнее, в каком состоянии наше приложение будет находиться в каждый момент времени. Вот. То есть это может помочь, но в общем случае нельзя сказать, что одно лучше другого. То есть, если вы пишете в стиле OOP, примешивать туда функциональ, чем просто потому, что так круто, ну, это не самый разумный ход. И последний вопрос. Если Java для работы о Haskell и Белши, то почему бы не скала для всего и сразу? А потому что для всего у меня не хватает столько времени, чтобы все это выучить и всем этим пользоваться. Так исторически сложилось. Друзья, есть ли еще вопросы? Ну, только из тех, что в вопросниках. Еще в общем чате вопрос задали. Не знаю, отвечал ты на него. Так, как относится к LiveView? Альтернатива, альтернатива? Леонов это с прошлого докладчика, только то, что ниже. Вырва. Я прошу прощения, может, я просто не, мне еще не все сообщения подгрузились. Вот мне последнее, это вот это вырва, но это тот объяснение, что такое GoogleWinController. Ну, вот еще и... Женя Зубахин. Ну, Женя Зубахин, он скорее не вопрос задает, а делится. Так, Даме и древние дизайны, это про обработку типа фото, в первую очередь, это целью предмет новости. Я еще думаю, как ДВД. Ну, пожалуй, это вопрос не ко мне, и честно говоря, я не во всем из этого специалист. Тогда, Татюш, где еще поступил вопрос? Давай отвечай на него, наверное. Не умирает ли Java на уикендах и не заменяется ли на более современные языки? Вопрос интересный. Ну, вопрос не прост. Ну, слушайте, тут в самом начале нам рассказывали, почему, несмотря на статистику, Ruby на самом деле не умер. то же самое, наверное, можно сказать про Java. Суть в том, что если мы говорим про стартап, наверное, там будут максимально модные и молодые технологии. И, наверное, Java там будет, ну, точно не на первом месте. То есть Java сама по себе, она, ну, наверное, теряет популярность. И уж тем более подход с точки зрения там Java EE, когда считалось, что мы берем Java и все делаем на Java. там клиенты, мобильные приложения, все из Java. И главное, что все есть, вот, какая-то, вот, какой-то бизнес-приложение, там, B2C, например, с короткими транзакциями, с минимальными, там, задержками, с оптимистичными локами и так далее. Но выяснилось, что мир, он сложнее, и сами приложения, если они большие, они, скорее всего, должны быть какими-то гетерогенными. То есть, написаны разные части, лучше писать на разных, на разных языках. Вот, пожалуйста, микросервисная архитектура. Один микросервис на PHP, другой микросервис на Java, третий микросервис еще на чем-нибудь. Они общаются по протоколам, и, соответственно, до тех пор, пока не выполняют требования протокола, они нормально используются. Но, помимо этого, есть тонна приложений, которые Legacy, то есть, они были написаны давно. Но, они, возможно, тянут за собой огромный груз, их очень тяжело поддерживать, какие-то там странные решения, костыльные какие-то там, я не знаю, гвозди забитые там, я не знаю, микроскопом, просто чтобы оно взлетело. Но, эти приложения, которыми уже люди пользуются, приложения приносят пользу людям, содержат, там, не знаю, миллионы строк кода, и эти приложения тоже кто-то должен поддерживать. Зачастую эти приложения написаны на Java, поэтому тут вопрос такой, мне кажется, он рассматривает только одну сторону и далее. и далее. Спасибо. Спасибо.